Ах, какая нас сегодня ждет игра сборной России против Бразилии. Единственный официальный матч между этими командами состоялся на чемпионате мира 94-го года в США, когда играли на групповом этапе. И тогда мы уступили, к сожалению, со счетом 0-2 будущим чемпионом мира. Для нас этот матч не имеет особого значения, но для игроков это не так. Любой вызов в национальную сборную – событие крайне приятное и важное. Надеюсь, игроки считают так же и не подведут наши ожидания. Очень хочется, чтобы игра получилась интересной. КОНЕЦ 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 ЖЕЗУС АЛЛАНТ АЛЛАНТ ЗАГОЕВ КОНЕЦ 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 Ставит корпус, не расстается с мячом. Пока неплохо. Не получился навес. Мяч выбит первым же игроком соперника. ПАУЛИНИ АЛЛИС ЖЕЗУС ФЕРНАНДИНИ Посмотрим за этой атакой. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. ГАБРИЛЬ ЖЕЗУС ПАУТИНЬО К ДАНИЙ ШТАНГЕ летит мяч. Мяч за пределами поля, угловой. Вот что случается, когда недооцениваешь противника. Но не будем забывать, игра еще не кончилась. Спасает вратарь команду. Потрясающая реакция. Удар с такой дистанции было очень тяжело взять. ФЕРНАНДИНИ Есть вариант развития атаки. ФЕЛИПЕ КАУТИНИ Игра головой, мяч остается у его команды. КАЗИМИР ВИЛЯ Перспективная фланговая атака намечалась, но защитник прервал ее. Не стал давать свисток арбитр, прочитал ситуацию в пользу пострадавших. Такими действиями игру не обострить. Арбитр останавливает игру и вполне карточку может показать за такое нарушение. ФЕЛИПЕ КАУТИНИ И вперед он идет. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. И это может быть опасно. ПАУЛИНИ Звучит свисток чуть-чуть, но во всайде он был. Денис Глушаков Судья фиксирует нарушение и вполне может наказать игрока. Предупреждение Это, конечно, фол. Вряд ли тут могут быть два мнения. Ну да, да, не успевал он здесь за оппонентом, поэтому пришлось нарушать правила. И это угловой удар. Мяч летит в центр штрафной. Мяч штрафной. Не может его вынести защита. Он накрутит. Проходит передача. Что он придумает? Жезус спасает команду галкипер. С очень хорошей позиции удар наносился. И каким-то чудом вратарь вытаскивает мяч. Навешивать пора. Мяч перехвачен. Шансер. Момент. Нет офсайд. Глушаков. Глушаков. Грамотный пас. Все, по делу. Спас он свою... Мне показалось, что игрок в офсайде был. Ну, мало ли что, мне кажется. Может получиться интересная атака. Тащит мяч. Вперед он. Опасно. Айда как типе. Райда молодец. Они проигрывают и будут подавать угловой. Алан загонит. Мяч у защитника. Он сыграл надежно. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Жезус. Жезус. Вратарь ждал этого мяча. Вильярд. Тут может что-то получиться. Вернандиньо. Паулини. Жезус. Каутиньо. Вильярд. Навес в центр штрафной. Здесь прессинг. Вернандиньо. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. И простреливает. Спасает он свою команду. Кокорин. Мяч перешел к другой команде. Защита справляется. Денис Глушаков. Кокорин. Мяч за боковой линией. Игрок бросил мяч. Не стал ждать ни секунды. Жезус. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Пока неплохо. Жезус. Надо решать. Я думаю, этот игрок прекрасно бы исполнял брегды штрафными. Штрафной подачи есть там кому сыграть. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Жезус. Легко справляется вратарь с угрозой. Жезус. Денис Глушаков. Это видит игрока впереди и отдает пас на ход. Кокорин. Прямо над перекладиной мяч проходит. Хороший удар головой, но чуть поточнее бы. Вернандиньо. Уходит команда на перерыв. За 45 минут забит один единственный гол. Пока можно сказать, что смотрится он вполне уверен. Так. Ну, я думаю, что своим голом он доволен. Ведет команда после первого тайма. Но одного гола может и не хватить для победы. Поэтому надо во втором тайме постараться развить преимущество. И забить еще как минимум парочку. Вернандиньо. Может быть интересно. Проходит передача. Что он придумает? Жезус. Тащит мяч. Вперед он. Опасно. Вперед он. Субтитры создавал DimaTorzok Команда готова, тренерские установки получены, можно начинать Хазимир Жезус Паулини Это может быть опасно Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу Перехват был хорош Алан Загоев Можно продолжать атаку, ведь мяч у них Как вариант продолжения напрашивается передача Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды Может получиться интересная атака Надо постараться доставить мяч в штрафную ситуацию, когда мы располагаем Фернандини Хазимир Габриэль Джезус И пробил И еще один гол они забивают Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться Все-таки надо будет забивать уже два мяча Почти справился вратарь Дотянулся до мяча, но не смог парировать этот удар Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камень Чет 2-0 укрепила команда свое преимущество Алан Загоев Александр Кокорин Блестящий он сыграл Теперь надо грамотно распорядиться мячом Александр Самер А вот и конец этой атаки Теряют они мяч Альвес до Сильва Виллиан Виллиан с мячом Полички замерли на секунду, но фола нет, можно выдохнуть Федор Смолов Загон Хорошо увидел партнера впереди По мячу попал, а вот по воротам С этой замены у них наверняка произойдут какие-то тактические перестановки Им надо забивать Жезус Почти не ошибается он сегодня в передаче Виллиан с мячом Виллиан Сейф, но атака продолжается Итак, у нас аут Фернандини Марселло Навес Штрафную Ну и вносить мяч надо По линию И это момент Гол Резкий, короткий удар Не берущийся и точный Уже два гола он сегодня забил И кто знает, может быть мы увидим хет-трик Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще раз Солидное преимущество Отыграть его по такому матчу будет нелегко Денис Глушаков Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата Судья дает продолжить игру Хотя в паузе возможно будет желтая хампочка Казимир Верхом на Виллиана Теперь можно использовать этот шанс Прошла эта передача Виллиан с мячом Потащил один удар, но может быть и второй Защита первая на мяче Вынос Основное время истекает через 20 минут Паулини Есть варианты, куда сделать пас Отворот Ну нормальная ситуация, правильно отработал арбитр Отложенный штраф и желтая карточка Да, и отметим, что очень грамотно разобрался в этом эпизоде В зоне судья он не стал свистеть в момент Фолл отдал доиграть эпизод И лишь потом показал карточку В замена уходит игрок с желтой карточкой Правильное решение тренера Жулиан Паутиньо Мяч у защитника он сыграл надежно На грани офсайда балансировал, но не удержался Вне игры фиксирует арбит У нас замена Слышите, болельщики явно оценили действия этого игрока Еще бы, он действительно сегодня сыграл очень ярко Думаю, это главный претендент на звание лучшего игрока матча Жулиан Мяч перехвачен Шанс организовать собственную атаку Из этой атаки может получиться что-то стоящее Одно дерево обыграл, другое Красавец Защитника просто не заметил Денис Глушаков Марио Фернандес Штрафной подачи есть там кому сыграть Очень неточным этот удар получился Бил с лета и выбрал, наверное, не тот момент для удара Мяч прошел мимо ворот Готовится сделать замену наставник команды Уходит он на замену Хороший матч провел Тренер, видимо, решил дать ему отдохнуть Еще достаточно игрового времени 10 минут Дани Альвис Просто невероятный перехват Глушаков Тут может что-то получиться И подает в штраф Штанга, а момент не закончен Уверенно сыграл на перехвате И вернул мяч своей команде Тут защита справляется Потеря мяча А вот хороший шанс Быстро развернуть атаку Можно подвести крат Нарушение очевидное И судья может показать карточку И арбитр показывает желтую карточку Подобный подкат Чреват нарушением правил Что и было в данном случае Ну, здесь у арбитра не было никакого выбора Никто бы не понял Если бы он сейчас не свистнул Мартинес Даниэл Альвис Перехват мяча И можно начинать атаку В обратную сторону Это может быть опасно Защита справляется А Ланд загоев Совершенно логичное решение Хорошая скидка партнеров Вот это удар Вот вам и гол Но это гол скорее престижа Кто знает Может быть и еще один Удастся забить Но времени осталось не так много Поздно Слишком поздно Спохватились Отквитали мяч Буквально на флажке Но сегодня Этого оказалось недостаточно Согласен Был момент Когда команда Показалась Что посыпалась Но отметим и то Что игроки Нашли в себе силы Навязать борьбу Хотя бы ближе К завершению матча Уже 4 гола В этой встрече Забито 3-1 счет Итак Гол престижа Забит Или ты думаешь Что из этого гола Может получиться Нечто большее Ну разница в счете Конечно сумасшедшая С другой стороны Всякое бывает Было бы желание Паулини Даниэл Алвес Свещается в центральную зону И матч завершен Ну что Сегодня группа атаки Проявила себя На самом высоком уровне Так бывает Не всегда в современном футболе Но вот сегодня Как раз такой случай Ну вот как говорят У страха глаза велики Хотя вот сегодня Перед соперником Хотелось наверное закрыться Но когда ты вырываешься На футбольный простор Вот тогда и получается Самая красивая игра на свете Вернандини Может быть интересно Тащит мяч Вперед он Опасно Добрый джазус И пробил Навес В штрафную Ну и вносить мяч надо Паулини И это момент Гол Тут может что-то получиться И подает в штрафную Кто там выиграет мяч Совершенно логичное решение Хорошая скидка партнеров Вот это удар Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok